Налоговые льготы, беспошлиный ввоз иностранных товаров и удобная логистика. Портовая особая экономическая зона, благодаря всем своим плюсам, уже давно не нуждается в рекламе. Инвесторы перестали бояться Ульяновской области и смело заводят новые производства на территорию региона. Теперь уже Ульяновск имеет возможность выбора резидентов. Накануне экспертный совет оценил проект создания на территории ПОЭЗ сборочного производства полной системы зеркала заднего вида для грузовых автомобилей. Запуск производства начнется с января 2019 года и мы уже готовы, потому что мы осваиваем сейчас площадку. Оборудование у нас придет через месяц. Это сборочная зеркальная линия от наших немецких коллег и компоненты, которые будут собираться на территории портовой экономической зоны. Инвестиции в производство только в первый год составят 39,5 миллионов рублей. Компания, имеющая 19 подобных заводов по всей Европе, на российский рынок выходит впервые. И Ульяновская область выбрана не случайно. Поставщики комплектующих в Поволжье. До основного потребителя автомобильного завода в набережных Челнах рукой подать. Второй проект – детище Петербургского международного экономического форума. Совместное российско-французское предприятие по окраске ближних и среднемагистральных воздушных судов. Почему мы рассматриваем этот проект с французами вместе в портовой зоне? Тем самым мы хотим привлечь воздушность иностранных авиакомпаний, потому что там преференции в портовой зоне, вы знаете, это и связанные и с налогообложением, и в том числе самое главное – это с таможенными процедурами. То есть самолет прилетает на переработку и тут же летает без всяких проблем по таможенным процедурам. Статус резидента компании получен больше года назад. Уже выделен земельный участок и реализация проекта находится в стадии проектирования. Вложено порядка 12 миллионов на разработку и нулевой цикл. Компания активно на сегодняшний день увеличивает объем данных работ и пришли к тому, что им необходимо создать новое современное производство, еще одно, создать центр экспертизы, который будет сопровождать эту деятельность, поскольку достаточно серьезные требования предъявляются как раз к воздушных судов, к качеству и соответствующие процедуры, которые сопровождают этот процесс. Плюсы очевидны. Авиационный кластер разрастается, пополняется новыми резидентами, специалисты обеспечены рабочими местами, а регион, благодаря возросшим объемам производства, получает дополнительные налоговые вливания в бюджет.